Дизель-шоу Сейчас если кто-то что-то критикует в нашей стране, его принято называть сразу «Рупор Кремля». Так вот, если кому-то сейчас не понравится вот наша следующая песня, учтите, она так и называется «Рупор Кремлям-лям-лям-лям-лям-лям». Ну, честно говоря, мы этой песней хотели бы вам помочь немного задуматься. Прошу. Если что-то в стране критикуешь, моментально в Фейсбуке друзья все тебя называют хором. Ты предатель и рупор Кремля. И себе на вооружение эту тактику мы возьмем и сейчас назовем все службы, как-то связанные с Кремлем. Каждый год у нас ранней весною на дорогах страны оврал. В Автодоре нам точно скажут, это Кремль поразбивал. Оставлять на дорогах ямы и ремонт делать под дождем. Могут только кривые руки, руки, связанные с Кремлем. Про тарифы шутить надоело, про ментов и министров нельзя. Потому что нас может услышать везде сущие ухо Кремля. Пол страны улетает в Европу, уезжают в Канаду друзья. С Украины кто делает ноги? Стопроцентные ноги Кремля. Почти в каждом подъезде дома ночью курится конопля. Курят вовсе не украинцы, а какие-то губы Кремля. Ну а в старенький лифт заходишь, наступаешь ногой, опля. Угадайте, кто лужу сделал. Ну понятно же, писька Кремля. Уже год как поют в России, а не лорок и лобода. А оказалось, что это были украинские звезды Кремля. Ну а тут медреформу проводят, медицину живьем хоронят. Не какая-то тетя из штатов, а лазучица из Кремля. Из-за модной кремлевской диеты на продукты растет цена. А в Карпатах, рубая с моряки, по-любому сокира Кремля. А банк-плату на газ повышает не комиссия, а Газпром. И в подъездах у нас воняет свежевыстроенным Кремлем. Мы ужасным кремлевским рапсом засадили свои поля. А вдоль рек и лесов забор высотою со стены Кремля. А бывает на речку выйдешь от бутылок нечистых мест. Всем понятно, что каждый вечер тут проходит кремлевский съезд. Вот когда наведем порядок, мы на нашей родной земле. Чтоб завидовала Европа, подавилась шоп в Кремле. Если мы за страну не возьмемся, как одна большая семья, то тогда сто пудов наступит. Пресловутая жопа Кремля. Так давайте займемся делом, а не просто ла-ла-ла-ла. Так давайте займемся делом, а не просто ла-ла-ла-ла. Это вы занимайтесь делом, наше дело ла-ла-ла-ла. Это вы там займитесь делом, и народ будет ла-ла-ла. Мальчик так удачно намочил манту, что она приобрела форму татуировки. Вы знаете, самое обидное – заболеть гриппом в очереди на прививку от гриппа. Итак, папаньки на прививках. Смотрим. Ненавижу поликлиники. Везде спиртом пахнет, а на входе пирожками. Блин, так выпить охота, а? Вроде ж не хотел. Что за поликлиника такая, а? Бахилы по 30 гривен продают. Да не говорите, крохоборы, спекулянты, гады. Но мне жена говорила, что инопланетян не существует. Это, кстати, мой второй контакт. Первый был, когда я омыватель попробовал. Вы его тоже видите? Вообще-то это мой сын. А вы по записи? Я по запаху. От этого кабинета лучше всего спиртом пахнет. А мне лекарства надо. Здрасте. На прививке сюда? О, здорово. Да. Ух ты, чёрт. А, это малой? Да, это мой сын. С ним все в порядке? Понятно. Ну, здрасте, Егор. Александр. Да ладно, чё ты начинаешь? Я не заразный. Лучше перестраховаться. Ну да, действительно. Возьмите моё средство, оно на основе спирта. Шо ж ты, гад, молчал? Вы что делаете? Это для наружного применения. Ой, немного попустило. Лёва, иди сюда, здесь прививки делают. Блин, а это чё, слёт инопланетян? Ой. Это космонавт? Да нет, я просто забыл, что затемнённое стекло. Это мы от эпидемии спасаемся. Просто зашли в аптеку, а там ни одной марлевой повязки. Я, кажется, догадываюсь, где все марлевые повязки. Зато не заболеем. Да. Сыночка, иди пока сдавай анализы, а папа очередь подержит. Я, конечно, извиняюсь, может, не моё дело, но, по-моему, он вас не слышит. А, сына, топ-топ, пись-пись, буль-буль. Сынок, иди за ним, этот парень, походу, здесь местный. Дети такие бесстрашные сейчас. А я в детстве приют, как боялся. Мне все врачи говорили, не бойся, тебя всего лишь комарик укусит. А мне ещё страшнее становилось. Чего? Да вы знаете, сколько заразы в тех комарах. И малярия, и дифтерия, и дизентерия, и что хочешь. Ой, а я вот лично прививок никогда не боялся. Вот доктора боялись мне их делать. У меня просто в детском садике репутация была не очень. Три нокаута, два нокдауна. А я прививки любил, да. Особенно запах от ватки. У меня так батя пахнул. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем эти прививки нужны? Нельзя каких-то таблетчик дать, да и всё. Что? Вы против вакцинации? Ш-ш-ш-ш. Тихо-тихо, стресс. Стресс, стресс, таблетки от стресса. Между прочим, вакцина – это введение в организм человека заболевания в малых дозах, чтобы он мог с ним сбороться. Чего? Ну, это как пивка перед хорошей пьянкой дернуть. Понимаешь? Чтоб печень адаптировалась. О, сынок мой! Единственный тот землянин, кстати. Пап, я все бахилы продал. На АКДС и полиомиолит очередь занял. Молодца. Так, Лешенька, смотри. Пойди вот эти банки. Продай возле лаборатории с анализами. Понял? Все, чеши. Вообще-то там баночки поменьше нужны. Вообще-то огурцы именно с таких едят. Вы чего чихаете тут? Вы расчихались тут? Да успокойся, я просто чихнул. Просто чихнул? А вы знаете, что у Кори первые признаки, как у простуды? Не знаю. Вы Кори раньше болели? Я нет, но жена думает, что да. Это как? Да это я из Таиланда вернулся. Сыпь какая-то началась. Жена мол, что такое? А я говорю, корь, дорогая корь. А вы болели корью? Я нет, не болел. Ну и не парюсь по этому поводу. Между прочим, зря. Взрослые гораздо тяжелее переносят корь, чем дети. Ха! Братан, у меня теща неделю жила. И если я ее перенес, то я любую болячку выдержу. А, извините, а вы только от кори будете делать прививку? А от столбняка будете делать? От столбняка? Да зачем? Ну, лишать удовольствия моего пацана. Я же еще внуков хочу. Пускай стоит. Ну да, да. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Детки, проходим, проходим. Тише, 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 тише. Это что за пятна у вас? Что это за пятна у вас? Господи. Не переживайте вы так. Это пока я спал, меня дети фломастером разрисовали. А сколько у вас детей? Пятеро. Пятеро. Вот кому нужно прививки от столбняка делать. Это еще что? Однажды они мне руку клеем намазали, пока я спал. А у меня зачесалось. Ну вот так пришлось на работу и ехать. Я представляю, как с тебя ржали на работе. Нет, это полбеды. Меня в метро на каждой станции выкидывали и избивали. Детей не хотели в садике выдавать. Так, вы крайний? Да, я. Это хорошо. Так, я буду за вами. Еще очередь в семнадцати кабинетах надо занять. И все. Слышь, мужик. Могу очередь на АКДС продать. Спасибо. Не надо. Мы успеем. Успеем. Успеет он. Пятеро детей. Ни разу не успел. Успе вон. А вы раньше прививки делали? Сегодня еще нет. Нет. В смысле сегодня? Вчера делали. Позавчера делали. Позавчера тоже делали. Слышь, мужик. У тебя в роду фашистов не было? Найн. Немцы были. Фашистов не было. О! Что там? Ничего себе. Это за две пустые банки? За полный. Там пьяного дядю полиция вела. Он попросил, чтобы я за него анализы сдал. Молодца. Слушай, Лешка, иди, наверное, обратно под лабораторию и жди пьяных дядь. Пап, я больше не хочу в туалет. Попей водичку и иди. Бизнесмен растет. Леша Маск. А я вот не хотел хвастаться, ну ладно, похвастаюсь. Я же тоже скоро миллионером стану. Да? Я вложил деньги в биткоины. Я тогда их еще по две гривны брал. Да. Но могу вам, как корешам, продать по сто баксов. О! Это ж жетоны на метро. Да ты-то откуда знаешь, как они выглядят? Что? Биткоины? Жетоны на метро. Здравствуйте. Кто на прививочке, сдаем медицинские карточки. Так, хорошо. Вот за 2018-й. За 2017-й давайте. Не надо, думаю, этого достаточно. Доктор, а я забыл дома. Ай-яй-яй, ну без карточки мы не принимаем. А вот, может быть, вот это поможет? Ну что ж, вы говорите, что у вас карточки нет. Вот же она. Вот. Значит, я делаю прививочку и зову следующего. Доктор, доктор. Вы как прививку сделаете, ватку не выбрасываете. Слушайте, мне кажется, что вот эти вот все прививки, вот эта вся ерунда, это все происки правительства. Они придумали, чтобы специально с нас бабло срубить. Что вы ерунду говорите? Кстати, это реальная тема. Я в интернете читал. Слушайте, у меня же кум работает в Министерстве здравоохранения. А давай его сейчас-то берем и спросим. Алло, кумчик, здорово. Слышь, вопрос такой. Вы вот эту вот канитель с эпидемией устроили, чтобы опять бабок срубить? Или... Да, я так и думал. Все, расслабьтесь. А сам как вообще? Приболел? Чего, простудился? А, температура и красные пятна? Ну, выздоравливай, если сможешь. Вот у нас Министерство. Сами придумали, сами заболели. Вот видите, прививки все-таки делать надо. А вы, кстати, уже определились, какую будете делать? Ну, говорят, бельгийская самая модная. Да, бельгийская хорошая. Мы ее позапозавчера делали. Позавчера индийскую, вчера французскую, а сегодня опять бельгийскую будем делать. Слышь, а ты не боишься, что у тебя ребенок на прививки подсядет? Нет, что вы, мы ему делаем прививки от привыкания к прививкам. А мы нашей будем пользоваться. Какой нашей? Отечественной? Ну да. А как препарат называется? Записываем. Честнок. Да, ну скажите тоже такое. Честнок не то, что от кори, он и от дифтерии не поможет. Дифтерия? Дифтерия, это что такое? Это когда температура ломит все тело, общее недомогание. Так это у меня по утрам каждую субботу дифтерия. А я на бадун грешил. В общем, такое дело, можете не ждать, прививочки закончились. Как это? Как закончились? Сыночка! Сыночка! Срочно покупаем химзащиту и биокамеру! Хи! Сыночка! Стой! Сыночка! 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 Офигеть! А вы чего ждете? Нету прививок? Доктор, я жду, когда вы мне ватку вынесете. Слушай, ну ватка вас от кори не спасет. От кори-то она не спасет, но вот если под язык положить, от бадуна спасает. О, коллега, пройдемте в малипуляционную. А, еще говорят, медицина у нас плохая. Подождите, доктор, секундочку. Муж на час сделал по дому больше работы, чем бывший муж за всю жизнь. Последнее время услуга «Муж на час» стала очень популярной в Украине. И женщины пользуются ею по полной программе. Заходите! Открыто! Здрасте! Здравствуйте! Муж на час вызывали? Да, проходите, пожалуйста. Это самое. Ну, показывайте, где ваш кран текущий. Будем чинить. Вы знаете, а ничего чинить не надо. Я вас для другого вызывала. Не-не-не-не, гражданочка, сразу нет. У нас серьезная контора, мы это принципиально, в общем, нельзя. Не, вы как бы да, но нет. До свидания. Мужчина! Нет, вы неправильно все поняли. Я вас совершенно для другого вызывала. А, да? Вы проходите, и сейчас сами все поймете. А, хорошо. Куда, папа, мы там, оооо? Вообще болтел! Ты эти полы мыл? Конечно же нет! Потому что у тебя руки из-за того места торчат! Женщина, у вас все в порядке? Конечно! Я сейчас с мужем разговариваю. А-а-а! А он где спрятался, да? И выскочит в самый неподходящий момент? Мужчина, ну что вы, нет! Вы и есть мой муж! Я-то... Да, да. Смотрите, мы два года живем раздельно, в разводе. Ага. Вот, ну и я вызвала мужа на час. Может, вам лучше не мужа на час, а психиатра минут на 15? Ну, помогите, пожалуйста. А я вам хорошо заплачу, вот. И ничего чинить не надо. Это все мне? Да. Ну, ладно, давайте. Ага. Ага. Начинаем? Давайте. Где ты шалялся? Скотина такая! Ты видел, сколько время! Ты почему так поздно пришел? Сразу! Это вопрос вообще не ко мне, это к диспетчеру. Нам как заявка приходит, мы сразу в работу ее. Слушай, ну при чем здесь вы и ваш диспетчер? Ну я же сейчас с мужем разговариваю. С кем? С мужем. Да, 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 извините, я не успел переключиться. Можно еще? Я говорю, где-то шлялся! На работе! Ну что вы! Мой муж никогда не работал, наоборот, пахала только я. Поэтому вы скажите, что вы бухали со своими друзьями-алкашами. Я вообще-то не пьюсь. А вы выпейте? Пожалуйста. Я вообще... А вы пейте! Одну секундочку. Ну, давайте. Ой, извините. Нет, что вы! Очень хорошо! Продолжайте! Да? Да. Где ты шлялся, говорю? А не твое дело. Замечательно. Да. Я шлялся со своими дружками-алкашами. Понятно. С кем конкретно? Ну! А с кем конкретно он бухал? Да кому угодно, перечисляйте просто. Да, да, да. С кем? С кем? С Ивановым Иваном Ивановичем. Ясно. С Петровым Петровичем. Понятно. С Сидоровым Сидоровичем. Мужчина. Ну, вы можете хоть немножко подключить фантазию. А, сейчас. С Луценко, Юрием Витальевичем. Вы извините, но мне кажется, что вот тут вы уже перегнули. Извините, но у меня просто в первый раз вот это все. В первый раз? Да. Боже мой, а это еще интересней. Давайте продолжим. Да, давайте. Ну, ничего не замечаешь, нет? Посмотри внимательней. Или ты своей башкой можешь только бухать? Полочка неровно прибита. Сейчас я ее починю. Да, мужчина, какая полочка? Вы смотрите в корень вопроса. Где цветы, зараза? А, да. Что ты смотришь на меня? Или ты забыл, что сегодня восьмое марта? Ой, дурья моя, башка. А я еще думаю, что так много денег. Это на цветы, я понял. Мужчина, нет, 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 что вы. Никаких цветов, никаких подарков, никаких оправданий. Наоборот, пожестче со мной, пожестче. Ой, извините, но как-то сложно это все. Давайте я вот полочку вам поправлю и пойду. Да не надо трогать эту полку. Тем более она мне об этом козле напоминает. Хорошо, давайте я просто верну деньги и пойду. Мужчин, ну поймите, мне очень надо. У меня уже два года не было скандала. Вот. А хотите, я вам еще доплачу? Да не надо, если два года не было, то доплачивать не надо. Я и так еще... Писки-то большой. Ну что, давайте что-ли скандалить? Так что ты? Не помнишь, да? Что сегодня праздник? Не помню. Конечно забыл. Забыл. Ты постоянно забываешь. И про нашу годовщину ты забываешь. Да? Про день рождения мой. Вот когда у меня день рождения? Давай, вот когда у меня день рождения, а? А, кстати, когда у вас... Да любое число называйте, вы все равно не угадаете. А, да, да. Ну? 6 июля. Правильно. А как вы так угадали? Просто у меня 6 июля. Правда? Да и у меня. То есть у вас в один день? В один день. Мы что, в бараке, что ли? Слушайте, да получается мы по этому поводу не поскандалим, что ли? Ну да, получается, что нет. Очень жаль. Ну, хотите, я начну. Я же все-таки мужчина. Как я редко это слышу. А, как вас зовут? Виктория. Виктория. Ну, называйте меня курица или коза. А как же можно женщину курица или коза? Не знаю, мой бывший всегда меня так называл. А еще присвистните. Ага. Эй, курица или коза? Мужчина, ну нет, ну это слишком мило. Да? Вы агрессивней. Эй, курица, шшшш. Эй, не ста, чё ж выудришь? У вас очень хорошо получается. Вот и у вас должно получиться лучше. Хорошо. Вы представьте того, кого вы не любите. Ну, есть же, кого вы терпеть не можете. Ну, там, на работе. Бухгалтерша наша, Клара Родионовна. Зарплату мне все время задерживает. Вот. Вот и представьте, что я, это она. Ага. Что ж вы, Клара Родионовна, задерживаете мне зарплату? Ах ты, гадина, давно хотел тебя удушить. Я работаю, работаю. Мужчина, вы что? Извините, я... Не надо, а то я так могу и до кульминации дойти. А давайте ограничимся, курица или коза. Курица или коза? Кобель! Кобель? Ты где был? Небось, у Ленки? Сосронь. Нет, нет, нет. Да, да, да. Да, да, у нее я был. И что вы там делали, а? Да шо, да. Говори. Ну, полочку прибил и пошел к любимой домой. Мужчина, ну какая полочка? Вы что? Вы наоборот ее... Все, все, понял. Я ее... Обнимал я ее. Да. И целовал. Да. Что еще? Говори, говори, молчи. Я слушать тебя не хочу. Так, говорить или не говорить? Я с тобой не разговариваю. Мужчина? Мужчина? Вы что делаете? Я просто подумал, пока вы со мной не разговариваете, я полочку поправлю. Да, боже мой, бросьте вы эту полку. Вы что, не видите, что я уже на пике скандала? Ой, простите, я не понял. Давайте продолжать, я готов скандалить. Как мне все это надоело, эти твои измены. Эти твои пьянки. Секундочку. А вот бой, это как бы за мой счет, или... Нет, что вы, это входит в цену. А, тогда пожалуйста. Эти твои пьянки. Эти твои пьянки. Секундочку. А можно и мне? Конечно, берите. Спасибо. Вот просто хотел уточнить, если я бью, то тоже не считается. Мужчина, считайте, что у вас all-inclusive. Я люблю all-inclusive. По-моему, видно. Спасибо. Ну, ну. Дура. Импотент. Вообще-то, немного обидно. Жертвест. Даже не знаю, что более обидно. Хорошо. Бабник. Бабник, хорошо. Бабник. Истеричка. Истеричка. Это была любимая мамина фаза. Ой, боже мой. Простите меня, пожалуйста. Я сейчас все заклею. Я сейчас... У меня суперклей. Это суперклей, я сейчас... Да есть этого мужчина. Вы наоборот. Вы были таким, таким. Мне очень понравилось. Да. Давайте продолжать. Давайте продолжать. Козел. Дура. Да, граждане. Полиция города Киева. Что вы тут устроили? На вас соседи жалуются. Это я... Меня муж бьет. Мужчина, мужчина. Вы знаете, что это хулиганка? Да это не я хулиганка, это она хулиганка. Я? Да я и не муж ей вовсе. Что? Да она заплатила мне. Мужчина, не переживайте, он тоже проплаченный. Продолжайте, у вас очень хорошо получается. Давайте, смелее. Рот закрой. Так, мужчина, что вы себе позволяете? И ты рот закрой. И вали отсюда, легавый. Да что вы себе позволяете? Я офицер при исполнении. Чего ты тут исполняешь, а? Что ты исполняешь? Вы ничего не исполняете. Вы только ездите, мигалками мигаете. И бензин казенный сжете. Ну, знаете, это уже перебор. И, чтопрочем, у меня камера все записывала. И я вас закрою на 15 суток за оскорбление офицера. Ты рот закрой на 15 суток. Я тебя сейчас потерял. Он потерял. И я тебя запомнил. Иди отсюда. Давно хотел это сделать. Вы знаете, мне кажется, что про 15 суток он не жутил. Так он же проплаченный. Это не он. Я тебя дождусь. Я пойду извинюся. Ну что вы, давайте продолжать. Где твой телефон? Скотина ты такая. Сейчас мы узнаем, кому ты там трезвонил. Начальник Жека. Кто такая это, начальник Жека? Это начальник Жека. Ясно. Шаламу так назвал, да? Женьку. Знаешь что? Мне все это уже надоело. В конце концов. Все. У меня вот тут все твои измены. Я ухожу к маме. Что ты делаешь? Черт. Нам только телефоны выдали. Ё-моё. Работает. Алло. Алло, Тамаровна. Слышишь? Можешь занести в черный список 86-ю квартиру поприречной? Не, не. Кран не течет. Тут крыша течет у хозяйки. Ага, давай. Простите, пожалуйста. Это я перегнула, да, с вот этим уходом? Честно говоря, да. Вей своего отца! Все вы одинаковые, вся ваша семейка. Мне вот говорила, мать, не выходи замуж за этого пердунова. Можешь, а что вы смеетесь? Извините. Что такое? То есть, я еще и пердунов? И поверьте, я тоже. Виктория пердунова. Мне кажется, что пердуновы должны ссориться как-то по-другому. А как? Ну, как-то... Слушайте, у меня родилась потрясающая идея. А давайте вы вызовите кого-то, ну, из ваших напарников, кто подыграет вашего отца. Вы знаете, когда его отец приходил, мы так скандалили. Ну, вообще-то, Петрович сейчас в машине. Завидите его! Сейчас, секундочку, если сработает. О! Петрович, а ну поднимись в 86-ю! Сейчас. А это тоже за деньги? Да, да, конечно, пожалуйста. Отлично. Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста. Что тут ремонтировать? Петрович, тут ремонтировать ничего не надо. Тут надо подыграть. На. Ты же говорил, на работе нельзя. Да, нельзя. Но в данном случае даже нужно. У гражданки два года не было этого скандала. Понял. Петрович! Что вы, что вы, что вы? Его отец именно так и приходил. Одну секундочку. Одну секундочку. Вот. А, понимаю. Не-не-не-не-не-не-не. Пейте. В себя. Петрович, если ты не хочешь, ты можешь отказаться от этой роли. От таких ролей не отказываются. Сначала он пил одеколон, потом он рычал, как медведь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Там его тошнило прямо в коридоре. Давайте, тошните, пожалуйста. Сейчас организую. Э-э-э-э-э, Петрович, давай не здесь. Иди, доиграй на улице. Ну, до улицы не додержу, но подъезд я сейчас обыграю полностью. Петрович, извините, пожалуйста, я не думал. Да нет, что вы, мне так понравилось. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Ой, у меня такого никогда не было. А хотите, хотите я вас борщом накормлю? Я борщ сделала специально для вас. Вообще-то после Петровича аппетита не особо. Борщ с пампушками и с чесноком. А-а-а-а. Ну, вообще-то это мое любимое блюдо. Мама часто готовила. Присаживайтесь. Ой. И спасибо вам большое. Вы мне, ну, так помогли. Пожалуйста. И вам тоже спасибо. Куда? Не мытыми руками, зараза. Куда-то гости еще не пришли, а он все в рот тянет. Так, все. Хватит! Хватит этих скандалов! Этих придурочных психов! Вот ваши деньги. Найди себе мужа, не на час, а на всю жизнь. И нормального, с башкой. А ты... Блин. Не, пожалуйста, не уходи. Не уходи, я прошу тебя. Не уходите, уходите. Не уходи, я прошу тебя, не надо. Я все прощу. Что, простишь? Я ничего не сделал. Короче, отстань от меня. Пашка! Я Витя! Алло. Алло, мамочка. Мамочка, он снова приходил и снова скандалил. Он меня оскорблял. Говорил, что я вся в тебя. Я не знаю, что делать. О! Явился, не забылился! Давай, прощения просить будешь? Пожалуйста. Вообще-то я за чемоданом. Ну и забирай все свое шматье и проваливай в свой дурацкий Вальнянск. Вальнянск? Как ты могла выйти замуж за Пердунова из Вальнянска? Псал вон! И пойду. Алкоголик! Ага. Бабник! Ага. Полочку нормально прибить не можешь! АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты сказала? Криворукий! Вот! Я? Иди сюда. Иди сюда. О, боже мой. О, у меня еще никогда не было такого скандала. Это у тебя не скандала не было. Это мужика у тебя нормального не было. Иди сюда. Сюда иди. Ну-ка, замину. Только женщина может умудриться поссориться, помириться и снова поссориться по эсэмэскам И это только в тот момент, пока она едет с работы домой И в этот момент она еще и за рулем О приключениях женщины за рулем Новая песня Виктории Булитко и Евгения Сморыгина Сегодня с утра у меня совещание Присутствуют все, даже самые главные Подготовил доклад по аграрному направлению, за который дадут мне хорошую премию Вид у меня довольно скучающий До меня еще двое коллег выступающих Жена позвонила, жаждет общения Я говорю, я занят, пишу сообщение Целую, мой пупсик, удачи тебе Два платья уже присмотрела себе Что выбрать? Красивое или дорогое? Не буду мешать, взяла и то, и другое Доклад мы на всех произвел впечатление Мне премию дали за выступление Пишу это, ты и дома встречать меня будешь? В ответ смс Ой, а ты меня любишь? Для меня в этот миг совещание закончилось Ой, это плохо, подсознание вспомнилось Вопрос про любовь седины мне добавил Осторожно пишу, что с машиной, родная? Пять минут телефон был в молчании Я даже включился чуть-чуть в совещание В момент обсуждения очистки воды Я получил зловещий Трын-дын Ты не волнуйся, со мной все в порядке Чуть позже с тобой созвонятся ребятки С машиной почти ничего не случилось Я сбила шлагбаум Ну так получилось Шлагбаум в парковке Ну это ж нормально Могло же быть все намного печальней Все, целую, не отвлекаю от совещания Придумаешь вечером мне наказание Совещание уже подходило к финалу Смотрю смс Я домой выезжаю Пишу я окей, аккуратнее домой В ответ мне приходит опять это Ой На нервном пределе пишу, что случилось В ответ это ой восемь раз повторилось Я только успел, все в порядке, в дороге А в ответ грустный смайл Со слезами, который Я ей пишу, да что там случилось Фух, наконец-то остановилась Со мной все в порядке, я еще на парковке Скажи, где лежит на машину страховка? Так ты ж собиралась ее страховать В ответ как бы ой Но в конце как бы ять Уже к совещанию интерес нулевой Волнует меня, что скрывают за ой Испорчено напрочь мое настроение Пишу дай примерный масштаб повреждений Я не знаю, я не выходила Я выйти пыталась, а она покатилась Я дверь открывала, тебе, блин, писала А машинка назад в это время сдавала И дверью ударила мерин крутой Я тогда написала, ой-ой-ой-ой А когда я писала, фух, остановилась Так это ж я в другую машинку вкатилась Да че ты мне пишешь вопросы про тачки? Главное что? Со мной все в порядке Вот выйду и сразу же все посмотрю И сразу тебе прям все напишу Директор рисует нам графики перьей И я тут считаю свою бухгалтерию Уложимся в тысячу падений впервой Главное, чтоб не пришло еще одно ой Ой, ой У нас мят багажник, там все раскурочено У меня сломан ноготь, настроение испорчено Номер погнулся, фары побиты Ну те, что ты называл, габариты А когда я еще вперед выезжала То, кажется, ножку лошадки сломала Какой еще нафиг лошадки? Ты пьяная что ли вообще? Я трезвая Лошадка, она на капоте В желтом значке А что с остальной лошадкой? Спросил осторожно Лошадка в порядке С машинкой все сложно У лошадки ножка всего лишь болит А у машинки той что-то в капоте дымит И так пуф еще А когда ты назад, моя зая, сдавала? Какая машинка там сзади стояла? Какой у нее на капоте значок? Не знаю, какой-то красивый бычок Ламборгини Это полное ой Вот, кстати, к машинке подходят ребятки Они на значок похожи, как братья Говорят, что дала им твой телефон Хотят побазарить каким-то козлом Скажи им, что у козла совещание Козлу передали писать совещание Короче, дала я им твой телефон Сам разбирайся с быком и конем Трубку я взял к своему сожалению И сразу узнал, как потрачу я премию На первой аграрной свой миллион Я полечил лошадку с бычком Свою я покрасил чуть-чуть под шаманью Продал по дешевке каким-то баранам А зайка моя теперь ходит пешком Оно никто ей не скажет Авта за рулем А по весне многие украинцы любят зимой и в начале весны Отдыхать в теплых странах Особенно в Египте Опытные туристы вместе с путевкой в Египет Сразу оформляют путевку в Трусковец Слава богу спит Он уже два дня Слава богу спит Его уезжать, его будить надо Нельзя будить Он переставает спать, начинать пить А сам может его Вот так просто закатить в автобус И в аэропорт А если он не тот самолет сядет Так у него и путевка не в наш отель был Это ж его не остановило Тогда может быть позвонить посольство Пусть они его дирапортировают Какое посольство У него четыре паспорта Хабиби Хабиби Дрюк Дрюк Может быть Может быть его водой попшикать, а? Ты хочешь, чтобы он нас опять убил? Нет Тут хитрость нужна Ты что наделал? Сейчас опять начнется? Не начнется Оно безалкогольное Что это за фигня? Мне надо нырнуть В море Не надо Вы постоянно говорите Нырнуть в море А сами нырять В забой на неделю Да А вам сегодня уезжать? Что значит Сегодня уезжать? Я только приехал Вон еще покачивает После самолета Вы тут уже Три недели Какие? Какие еще Три недели? Лучшие в жизни Вы так вчера в дискотеке В микрофон сказали А потом зашел в каждый номер И всем лично сказал об этом Все согласились Попробовали бы Они не согласились А что это вы уже Мои шмотки собрали? Нет Это вы Так и не распаковывали Так в плавках и проходили Вот на пляж На ужин На дискотека А иногда и без плавка А ну посмотри сейчас Я в плавках А то я из-за живота не вижу Да Наверное А почему? Вы просто вчера Принимали участие В конкурсе Мистер Отель Да Без... А так вы сказали Что у вас Больше шансов Особенно Танцевальном конкурсе Импровизации Я что Вчера импровизировал? Та Уже миллион лайков На ютубе Поехали Ответа Ой-ой-ой Я никогда не умел импровизировать А еще видосы есть? А вы сказали Наши оператору Что если он будет продолжать снимать А вы камеру засунете ему Все, пожадница Спасибо, да И что, он перестал снимать? Он не понимает русский И у нас теперь на записи темно А оператор в больнице Ладно А где моя Жена? Она улетела На самолете в Киев На парашюте в Ливию Куда? На чем? Вы катались Катер, лодка Она летала парашютом Мы снимали Вот Люда Ты мешаешь лодке разогнаться на полную скорость Ты дурак! Не трогай веревку! Пока, Люда! Веревка перерезала, она улетела А зачем мне нужно было разогнаться до полной скорости? Вы хотели проверить, можно ли долететь прямо из моря, прямо в бассейн? Как из фильма Джеймса Бонда Вы что, залетел? Нет Ваш кун вас сбил фризби У меня есть кун? Да Да Да, вот Вот, кстати, он Да подожди ты на завтрак! Я еще не раздуплился Уйди с глаз долой! Стоп! А как он зашел? А здесь же стена была А, ну вы когда заселялись с кумом, хотели совместный номер? Да У нас в отеле не было? Не было Теперь есть Уезжайте, пожалуйста Да, подожди, куда уезжай? Еще надо все вещи собрать Так уже все собрано Ага Сейчас посмотрим Это что такое? Вы код забыли от сейфа? А там деньги, пистолеты и документы, жена, паспорт Так, все правильно Пистолет должен быть сейфен Ох, черт Башка болит Может вам таблеточка? Да Принеси мне 400 виски со льдом Нет льда? Да, нет льда Как нет льда? Нет льда Да, нет льда Во всем отеле? Вы сказали вчера собрать весь лед и бросить в бассейн Зачем? Вы сказали, так надо купаться на крещении Все правильно Все правильно Жить нужно по законам, Боже Это что такое? Это вы хотели с кумом смотреть телевизор, не отрываясь от... Зоопожадница процесса Спасибо, да Одновременно, что ли? Да С кумом Оооо Что, наверное, мы футбол смотрели? Да А где телевизор? Простите Там где и был Нет, этот я вижу Где большая плазма с ресепшн Да я откуда знаю Вы вчера приходили с кумом Говорили, надо плазма номер перенести, там футбол смотреть Ха-ха, откройте чемодан, пожалуйста Ты хочешь? Гля... Пик-пик 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 Да ладно Черт Кум, иди склеивай, я не знаю Как хочешь Пожалуйста, уезжайте Пожалуйста Да подожди ты, уезжайте Сколько у меня до самолета? Да Полотра часа Полтора часа? Да Успеваю еще зайти в бар? Пожалуйста, не надо Вы уже пятый раз опаздываете Именно после этих слов Да Это совпадение Вы нам еще за верблюда должны Да, деньги за верблюда должны Да Какого еще верблюда? Вы взяли верблюда вчера фотографироваться Да Вот О, Тишка, я его помню Вот вы фотографируетесь с ним в аквакварке Он что, в трубу в лес, что ли? Да Вот вы на квадроциклах Он за рулем, что ли? Вот вы с верблюдом курите кальян А это не кальян А вот вы кушаете шашлык? Подожди, а детишка? Ё-моё Полицию вызывали? Да Мы сразу вызвали полицию А вот вы с ними в аквапарке Вот вы на квадроциклах кальян Ладно, 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 сразу говори Шашлык был? Шашлык не был Был погром Вот это? Да это разве погром? Да и твой пистолет в сейфе Все в порядке Стоп! А что это ты вырядился? Мы что, менты, что ли? Блин, я думал, мы бандиты Уйди отсюда Так это, получается, не погром Это спецоперация Нет, вы так тоже в прошлый раз сказали Когда? Когда сделали из нас Пятизвездочный отель Трехзвездочный Как это я и сделал? Вы в прямом смысле Две звезды с крыша отеля сбросили Прямо в бассейн шампанский В бассейн шампанский? А зачем? А вы сказали Куму майора дали Надо обмыть Все правильно Ментовский закон надо чтить А потом удостоверение показывал Искал в отеле наркотики Это мы вели расследование Нет, не сказали просто Забыли, где подложили их Ты ничего не понимаешь в спецоперации? Пожалуйста, уезжайте Вас дома ждут на работу Да подожди ты Куда уезжать? Мы же менты Мы должны довести расследование до конца Товарищ полковник Насрочно вызывают в Киев Не хочу Там мряка Там серость Там работа Сам генерал? Так точно Черт Надо лететь Так, мужики Извините, если что-нибудь так Где? Если будете в Киеве Вот моя визитка Обращайтесь Сколько у нас до самолета? Тринадцать минут Тринадцать минут Успеваем в бар Пошли Уехала! 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 Отель! Отель Ерульда! Мы отстроим его! Хорошо, что они на наши пирамиды, а их сфинкс не поехали смотреть Ой, см digits Ой, смирого! Розкой рыбы Смирого! Хорошо поешь, кум Стараюсь А давно ты мой кум? Три дня А кого мы крестили? Твоего, моего? Ты же сказал, это не принципиально Как? Главное, церковь найти Нашли? Мы построили Молодцы А вы зачем вернулся? Хум сказал, что у вас тут еще какие-то пирамиды Будем смотреть Заправление блюда Нельзя Не там пирамида, нет Тизель шоу Реформы в Украине затронули не только медицину Образование и суды Недавно произошла реформа семейного кодекса Установившая правила наследования Правда, чаще всего в нашей стране по наследству переходят только долги перед банком и ЖКХ Тем не менее, бывают и такие случаи Представьте, семья собралась у кровати умирающего деда Ваш отец уже три года находится в коме Его состояние... Мы в курсе, какое у него состояние Именно поэтому сегодня впервые семья собралась в полном составе И перед тем, как впасть в кому, он успел написать завещание Завещание? Написано его рукой Ну-ка Находясь в здравом уме и памяти Далее большими буквами Никому ни хрена Черт Охренеть Себе ни хрена Нам ни хрена Что, пять миллионов государству? Они до хрена ли государству, а? Я так понимаю, кое-что вы от дедушки уже унаследовали Ни хрена И чтобы не было сомнений, кому именно ни хрена Далее идет список родственников вплоть до троюродных Я так понимаю, все бессмысленно Зачем нас-то собрали? Очень хороший вопрос Если вы согласны отдать мне 10% от суммы, которую удастся получить Я смогу вам помочь Слушайте, если это сработает, я готов вам отдать 50% Очень хорошо, вписываю в контракт Медицина не стоит на месте Мы можем вывести вашего дедушки из коммы на 10 минут Серьезно, это реально? Да Но После этого он, к сожалению, умрет Поэтому нужно полное согласие всех родственников Мы согласны! Очень хорошо Сестричка Пожалуйста, отойдите, соблюдайте тишину А я аккуратненько спрошу про деньги Где я? Иван Афанасьевич, у вас есть 5 миллионов долларов Ни хрена себе! Охренеть аккуратненько спросил Спасибо! Мы сейчас удвоим дозу и он будет в сознании Будьте добры Тихо, спокойно Где я? Иван Афанасьевич, у нас мало времени Нужно переписать завещание А что со старым не так? Моя ошибка Допустил пару ошибочек Тогда я тебе ни хрена платить не буду Видите, дедушка в сознании Сколько у меня денег? Эм, немного А сколько у меня родственников? А вот родственников, вот Ни хрена себе Как до хрена? Это самые близкие Да вы можете ему вколоть столько Чтобы этот старый хрич не вырубался постоянно А я не вырубался, сынок Отец, ты меня узнал Конечно Как же тебя не узнаешь Гаденыш Я же думал, ты будешь моей опорой Буду Моей основой Буду А ты вон какой вырос Большой Жирный Пьющий Курящий Слушайте, можете вы его поторопить, пожалуйста У нас 10 минут, а он эти прилагательные Может целый вечер говорить Дедушка Всем интересно, кому вы сколько оставляете? Записывай Пишу Старшему сыну Да, папа Ни хрена Папа Ну как же Ни хрена-то Ну вот так Ни хрена Да у тебя же 5 миллионов Попадла Ты Да ну что вы делаете Вы можете не называть эту сумму У нас последняя доза осталась Ну просыпайся Так, тебе сказали Ни хрена Все, хрена Все, хрена Отсюда Понятно Уберите Жлоб Какой же мелочный мой этот старший брат Фу, как противно Как это мерзко Продолжим Да-да-да-да Да-да-да Сестричка Колим Иван Фанасьевич А что дочери Дочери Моей ненаглядной Да-да-да Солнышке моей ясной Самой большой Вы можете его поторопить, а? Чего вы спешите? Да потому что я муж Я внучки На нас очередь может не дойти Ждите Иван Фанасьевич Итак, дочери Дочери Какой дочери? Твоему солнышку Дочери твоей Любимой Ласточки мои ненаглядные Да Самое большое Ни хрена Как? У тебя же целых пять Я всегда ненавидела свою мать Давайте дальше Племянник Племянник Подожди Где племянник? Ты племянник? Мужчина Вы кто? Я сын брата Кто племянник? Лё А вы и есть племянник Я племянник? Отходите Улыбайте Ну здравствуй Папин брат Я так понимаю Мне тоже ни хрена Пока Нашим привет Бабуле особенно Подожди Открой Комод О, вечер становится интересным Сейф Видишь? Вижу Открой его Он закрытый Понятно Пароль Восемь Восьмёрок Восемь чего? Восьмёрок А, понял Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Сколько восьмёрок? Восемь А попроще не забываю Это восемь Открыл Ага Что там? Там ни хрена нет Это тебе Я так понимаю Если племяннику ни хрена То троюродному брату племянника Ни хрена, ни хрена Троюродному брату племянника Три миллиона долларов Сколько? Три миллиона? Охренеть! Охренеть? Вместо благодарности охренеть? Нет, спасибо Я передумал Тебе ни хрена Подожди Тебе бабушка просила Передать Бабуля! Ну? Вот! Будьте вы прокляты оба с бабулей! А нам, а нам, а нам Что? А ты кто такой? Я тебя в первый раз в жизни не вижу Я муж вашей любимой внучки Я, я любимая внучка Я дедушка Хороший ты человек Да Подойди ближе Да За доброту твою За любовь к дедушке Им всем ни хрена А тебе, милок Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Рисуй, мечтай! Душа у тебя светлая! Слышь, нотариус, на! Это что? 50%! Эх ты, дедушка, шлопяра! А я еще ему... Дедушка, дедушка! Фу! Стой, внучка! Да, дедушка! Ты смотрела передачу «Орел и решка»? А, «Орел и решка»? А, а, а! Да, это когда подбрасывают монетку, и когда решка, то нихрена, а когда орел, то нихрена! Все верно, держи монетку! Поняла, подкидывай, да? Нет! Пять копеек твои! Пять копеек? А, а что, это прогресс? Это больше, чем нихрена! Не надо процентов! Эй, что? О, при своих остался! Дочка! Дочка моя младшая, где? Я здесь, папа! Ни хрена себе! Да, папа! Как тебя до хрена? Значит, есть на что жить? Тебе достается... Что? Самое большое? Ни хрена! Именно! Солнышко! Вот я тебе хотела задать один единственный вопрос. А на хрена ты так этого всего до хрена придумал? А ты так ни хрена и не поняла? Нет! Первый раз за десять лет в моем доме все родственники собрались. Если бы я вам деньги отдал, вы бы перегрызли друг друга. И не было бы у меня родственников ни хрена. А так вы каждый год будете собираться и обсуждать, какое я говно. Да, так и будем обсуждать. Нотариус, пиши, как деньги тратить будем. Хочу, чтоб похоронили меня в мавзолее. Вместо Ленина. Перекрашиваем мавзолей в желто-синий. Бабку мою в стене схороните. Живьем. Чего ты ни хрена не пишешь, а? Иван Афанасьевич, в завещании черным по белому написано. Никому ни хрена. Ну? Читайте. Паспорт. Мой новый паспорт. Я поменял имя. Никому, Петрович, ни хрена? Да. Собственной персоной. Я за пять миллионов и хреновичем побуду. Ха-ха-ха-ха. Ну и ходи, как дебил, с таким именем. А я переписываю завещание. Ха-ха-ха. Теперь оно звучит так. Хрен вам всех! Ха-ха-ха! Дизель-шоу Глядя на нашу страну, понимаешь, что Зигмунд Фрейд был прав. Все в нашей жизни происходит из-за сексуальных проблем. Вот, к примеру, наши политики. На выборах ведут себя, как мужчины в сексе. Сначала говорят много комплиментов. Потом совершают процесс. И в конце довольные отворачиваются к стенке и засыпают. Хоть бы сто долларов на тумбочке оставили. Ну а то, что делают с нами наши чиновники, это даже не по Фрейду. Это не по-христиански. Но и мы за ответом в карман не полезем. Прошу. С годами все реже К любви интерес И грудь потеряла Упругость С годами от секса Осталось Друзья Лишь эхо Лишь эхо И то, если нету проблемы со слухом Вот так молодая стареет страна А с нею вся инфраструктура Все школы, заводы, больницы, дома Прозра, тише Про и бабушка Избортилась в общем культура Так вы подняли, налоги растут Реформами нас добивают Министры, наверное, деньги берут На память На память На память Они к нам собирают Могла Украина Стоять на ногах А нас растянули в шпагате Одною на запад, второй на восток Одною на запад, второй на восток А нас растянули в шпагате Лишь газотранзитная схема на карте Не поздно еще нам страну изменить Держим, что с годами печальней Чиновников я бы засунула всех В промежность В промежность Меж молотами на команде Но верим, что выйти мы сможем, друзья За рамки порочного круга И вновь разведет молодая страна Надежда 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 у нас друг на друга Всегда есть надежда Надежда На то, что мы верим друг в друга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова